МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это вообще неприятно для театра. Но это во всяком случае не то, что это такой, так сказать, эпизод, который то ли был, то ли не был, то ли, значит, там прошел, то ли остался в памяти. Нет, это очень серьезное дело. Такой срок, смотрите-ка, 30 лет, да, художественного руководства, он, конечно, героический человек, потому что вот меня всегда в нем поражало. Я же с ним знаком по кино. Я его пригласил к себе в картину, которую я снимал, в японскую картину, и мы подружились, когда эту картину делали. Но я его пригласил не просто, так сказать, уйдя в коридоре, а я знал, кто такой Соломин и что такое Соломины. И по театру, и по кино. И что меня поражало личностно в нем всегда, это какая-то отчаянная смелость. Вот у меня никогда не было от него расчета. Я понимал, какой огромнейший, вообще тяжеловеснейший махиной, машиной он управляет. Но я никогда в нем не видел расчета руководителя. Понимаете? Вот как бывает, я понимаю, что нужно делать. Сейчас мы сделаем вот это, потом мы сделаем вот это, потом мы сделаем это и это, и тогда, может быть, какие-то, так сказать, тайные генералы или явные генералы, генералисты Малого театра, будут довольны. Вот в нем всегда меня поражало и очень, так сказать, радовало такая, едва ли не авантюристическая, такая художественная смелость и безоглядность, и, так сказать, отсутствие мелочных расчетов. Вот это вот самое главное. У него всегда хватало жизнеспособности, чувства юмора, а самое главное – таланта для того, чтобы все это воспринимать живо, весело и естественно. И больше того, даже, так сказать, я был свидетелем каких-то, ну, неприятностей, которые всегда случаются, так сказать, по ходу дела в театре, да, и я видел, как он переносит неприятности. То есть он их переносит, я не могу сказать, такой с легкостью, это мало радости, понимаете, с легкостью переносить неприятности, которые исходят от его же товарищей, от его же друзей, так сказать, с которыми проведено столько времени. Вот. Но страха перед этими неприятностями я никогда не ощущал. Я всегда ощущал, так сказать, такую мужскую, упругую, так сказать, силу, художественную силу. И, в общем-то, я скажу, самое главное, что есть, как я считаю, Юрий Мефодич, и что дает ему вот эту нешуточную жизнеспособность. Вот. Это талант. Вот. Можно там говорить, он руководитель, так сказать, на своем месте, он руководитель не на своем месте. Можно рассыпать, так сказать, он понимает общественные нужды театра, или он не понимает. Это все такие, так сказать, разговоры в пользу бедных. Потому что Юрий Мефодич, прежде всего, стопроцентно художник. Вот стопроцентно. Он понимает вещи, понимает ситуации, понимает вообще своих товарищей и все, как художника. И вот эта художественная сила, которая проявляется в его актерских работах, очень хорошо проявляется в его актерских работах, она как бы, извините за такое высокое слово, озаряет, да? Ну, действительно, озаряет весь его путь руководителем. Главного, он художественный руководитель, да? Но он же еще и ставит. И когда он руководит, и когда он ставит, и когда он разговаривает с труппой, и когда он разговаривает с отдельными людьми, и когда он решает проблемы, которые по ходу, так сказать, там, рождения спектакля, и которые не по ходу рождения спектакля, это же когда... Я на него просто удивлялся, когда на него свалился этот немыслимый ремонт, немыслимый ремонт, реконструкция, еще после вообще, так сказать, опыта, тяжелейшего опыта реконструкции большого театра, я просто за него боялся. И в то же время, вот, я, так сказать, как-то не боялся за все, за это дело в связи с наличием таланта. Вот как ни странно, да? Казалось бы, нужен организатор, строитель, там, значит, Петр Первый, мастеровой, там, нет, актер, который вырос в этих стенах, который знает их запах. И вот, я как-то поверил сразу в то, что все кончится хорошо. А чем дело, гонетник всегда, а чем дело-то кончится? Вот у меня сразу была вера в то, что кончится все хорошо. В силу того, что это, во-первых, все родное и не чужое, а во-вторых, все слеплено, организовано по принципу талантливости, талант, личной талантливости. Мы как-то про это говорим, как-то привыкли, к тому, что мы говорим едва ли не в последнюю очередь. Там, да, он очень интересный, он проявил себя как ага-га. А все ага-га у большого, настоящего, подлинного художника это следствие его высочайшей одаренности. Вот поэтому я с таким, вообще, так сказать, удовольствием вспоминаю такие, так сказать, вообще эпизоды, когда можно было бы сильно понервничать, сильно понервничать и даже, так сказать, вообще, как бы усомниться в в в легкости таких принятых решений. Ну, во-первых, меня позвать. Я человек киношный, абсолютно киношный и никогда в жизни не выдавал себя в малом театре за театрального человека, который понимает, глубоко понимает, киношный. В том, как я в силу своих возможностей влиял на формирование коллектива спектакля, я тоже сразу предупредил, что я иношный. Поэтому, чтобы ко мне было снесадительное такое отношение, потому что я буду руководствоваться, знаете, как ни странно, дядя Ваня, вот я очень хорошо помню, как я собирал коллектив дяди Вани, по принципу едва ли не типажности, понимаете, не по принципу актерского списка сделанных ролей, там. А я до сих пор с любовью вспоминаю Солодову, которую я знал по кино, а не по театру. Я до сих пор, ну, с таким удовольствием вспоминаю всех актеров, которые были заняты там. И я, когда есть возможность, ужасно, так сказать, вообще-то переживательно к ним отношусь. Я вообще, так сказать, считаю, что ну, как-то там у Светы Амановой вообще, так сказать, к сожалению, вот не складывается судьба, достойная ее. То есть у нее очень хорошая судьба, она свершившийся человек, актриса, это самое. Но достойная ее она нет, конечно, конечно, нет. Вот. И поэтому вот и выбор мой самый первоначальный, с которого я начал разговор с Юрием Михайловичем, разговор, просьба, чтобы мне хотелось. Я бы сказал, Юрий Михайлович, я бы хотел, чтобы ты был. и Виталик был. Конечно, я был наслышан о каких-то там разногласиях, но что-то я слышал на уровне сплетен, на уровне, так сказать, какой-то ерунды, понимаете. Но меня это ни в коей мере, так сказать, не затормозило, не остановило, потому что я понимал, что передо мной две огромных человеческих личностей. И этого достаточно для того, чтобы удержать этот огромный спектакль, на этой огромной вообще и прославленной сцене. Когда вот эти два этих человека, понимаете, это личности сойдутся в этом спектакле, это уже будет, я уже не завалюсь, не провалюсь, никакой ерунды тут не может случиться. Вот. И вот по таким диким вообще, так сказать, конечно, не театральным. Я даже долгое время они мне говорили, ну, когда мы наконец сядем за стол? Это сидение за столом, я и стола-то не как какие-то столы смотрел, большие, круглые, широкие, овальные. С чистой столом? Да. Я как-то так совсем не стремился за стол и даже время от времени говорил, ребят, а что вы хотите, чтобы мы за этим столом-то там делали? Там зерно искали, там, значит, но я все равно там, ну, дилетант, я плохо понимаю. Я понимаю, как двигаться это должно, как, как это должно жить, понимаете? Ну, и в этом смысле, конечно, у меня был гениальный еще помощник Валерий Яковлевич Левенталь, художник. Просто он мне однажды показал, я вообще по-настоящему-то узнал, что такое театр, как механизм, как игрушка, от, мне Левенталь показал, он мне как-то показал, я говорю, а что у нас какой-то мрачный все время сзади какой-то тот самый, он говорит, да уймись, ну, там пишут фаны, фаны небес, и я как-то так к фанам небес относился, думаю, что ж такое там за фаны небес, и как-то он сказал, приходи на два часа раньше в театр, я заказал, мы посмотрим фаны небес, и я вдруг это была одна из самых поразительных живописных выставок, которые я видел, убрали декорации, вообще все, остались только фаны небес, фаны небес подсвечены так, что и я подумал, елки-палки, ведь вообще ничего не нужно, даже грешно говорили, ну, и артисты-то вообще не нужны, вообще не нужны, а он в фанах небес, все, весь Чехов, весь, все это сделано, но ведь завертел-то весь этот механизм, Юра, Юрий Мефодич, он завертел, причем еще, мало того, что он его завертел, этот механизм, он еще завертел со всей мерой ответственности, понимаете, это же не шутка, я не, опять-таки, там очень хорошая дисциплина в театре, но я сомневаюсь, чтобы все были в восторге от того, что, значит, он притащил вообще из кино какого-то маловнятного человека, и, значит, сейчас там они там что-то такое ляпают по Чехову, ну, я сомневаюсь, что, так сказать, восторг был такой, хотя, чем больше мы там работали, тем более, как вам сказать, хорошая, она с самого начала была хорошая, потому что я уже говорил о том, что в театре отличная дисциплина, вот, но недисциплинированное, недисциплинарное отношение к этому, чем больше, больше проходило, да, очень сильная труппа, а чем сильнее труппа, тем обиднее труппы, понимаете, что там пять ролей, понимаете, они, так сказать, разошлись вот таким вот образом и сразу, я там ничего не менял, и, наконец-то там были такие вещи, от которых, так сказать, вообще посидеть можно было, там за месяц, по-моему, до выпуска спектакля отказалась работать девушка, которая играла Соню, которую я привел, и я уговорил, чтобы ее взяли, и она отказалась, но она была в положении, должна была выражать, все равно это на меня произвело впечатление, за месяц мы уже на сцену выходить должны были, вот, ну и я, значит, что-то самое, у меня там свои есть такие пожарные выходы, я позвонил Тане Дробичу, и говорю, Таня, может быть, ты там опять, но это же дикое решение, в малый театр, она врач, у нее диплом врачебный, за месяц до этого самого с этими, со всеми титанами, так сказать, я и Юрий Мефодич, который должен был, так сказать, застрелить и меня, и Таню всех, значит, разом, он так как-то это воспринял, так сказать, ну да, ну так, он знал Таню по кино, конечно, она для него не загадывала, но в малом театре, понимаете, значит, ну они стали репетировать, и как-то я сразу понял, и что ее артисты приняли, вот артисты, с которыми она работала, ее приняли, они работали с удовольствием, то есть не из-под палки, а с удовольствием, и там вот этот чудесный, я не знаю, какая она сейчас, была такая чудесная, репетиционная, синего цвета, вот, и вот в этой синего цвета репетиционный практически мы сделали весь спектакль, и он был уже готов к тому, чтобы его перенесли на сцену, и мы его перенесли на сцену, вот, и я так рассказываю, как бы остроено, а там же Юрий Мефодович играл главную роль, поэтому он был одновременно человеком, который наделал все это с моим приглашением, играл главную роль, был художественным руководителем театра, то есть это мир ответственности вообще немыслимая, которую он, так сказать, ну, как-то так естественно, просто и нормально, так сказать, хочу сказать, переносил, даже не переносил ничего, а с удовольствием его не работали просто, вот, и вышли все на сцену, ну, тоже была целая истерика с Таней, случайная истерика, она говорила, что, в каком смысле, я на эту сцену не пойду, я говорю, Таня, ты что, может быть, идиотка, ты репетировала месяц с этими самыми, а теперь черно, я не могу, я зубной врач, ты что, ты одурел, какая, какая сцена, чего ты говоришь, тут Ермова играла, тут чего, да нет, даже разговоров, чтобы не было, и художественный руководитель театра, Соломин, слушал все эти разговоры, не участвовал, конечно, он мог бы тоже, конечно, и удушить Таню, там, или там, что-нибудь еще сделать, у него права были, и ничего с ним такого, ну, было бы общественное порицание, вынесли бы Таню ногами вперед, а Юрию Михайловичу было бы общественное порицание, больше выничали бы, но он не дослушал все разговоры до конца, каким-то чудом я выпихнул Таню на сцену, вот, и с счастьем мое и Юрина, что мы начали на сцене все, все репетиции с Солодовой, потому что сидела Солодова, и они начали, значит, это самое, и минут через 20 выяснилось, что Таню не слышно, ну, просто не слышно, а требовать от нее, чтобы было ее слышно, как-то дико, после того, как по 4 микрофона вешали на нее, в каждой кинематографической роли, она, я там стал орать, там, с места на место переходить в театр, и кричать, Таня, говори, говори, Таня, говори, Таня, и Юрий Михайлович, как партнер, и как руководитель театра, при всем этом, так сказать, выдающемся маразме, так сказать, присутствовал, и, конечно, он должен был бы психануть, там, но я понимал, я бы не обиделся никогда, если бы он нас всех, вообще-то, так сказать, попер оттуда, никаких бы обид не было, ничего, нет, он, значит, все это дело, слушал, 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 и когда, после очередной моей истерики, что, Таня, говори, говори, Таня, тебя не слышно, я на третьем ряду сижу, тебя не слышно, и Солодова молчала, ничего тоже не говорила, вот, я истериковал, значит, Солодова молчала, Таня не говорила, премьера была через, там, две недели, должна была быть, все службы, все, декорация, небеса ревентальевские сияли, все было так, но Таня не говорила, не слышно было, что она, чего она имеет в виду, никто не мог понять, вот, и, значит, тут первый раз, так сказать, Юрий Михайлович, как бы, пойдем, сядем с тобой, там, в десятый ряд, или там, по-моему, мы сели в начало амфитеатра, и он говорит, Сережа, эксперимент не удался, провалился, я говорю, почему ты так решил, он говорит, да не слышно, ты прав, это не я решил, это ты решил, но ты прав, не слышно, я говорю, ну, может быть, будет слышно, не будет слышно никогда, у нее нет, нет навыков, просто, говорения со сцены, нет навыков, это навык должен быть, это, через две недели премьера, это главный род Сони, это вообще все, я даже не понимал, о чем мы говорим, и тут Солодова, как бы, прервала свое умолчание, и сказала, ребят, ну, это она мне, в основном, сказала, вряд ли она Юрию Михайловичу говорила бы, ребят, но она сказала, пойдите куда-нибудь, пообедайте, ну, часа на два, объявите перерыв, ну, поедите, пообедайте, а я с Таней, вот, попытаюсь позаниматься, поговорить, значит, с Лизой, и опять-таки, вместо того, чтобы продолжать начатую уже, столь удачно, административную истерику, которая, так сказать, готовилась, худсовет не примет, мы скажем честно, худсовету, что мы хотели как лучше, а получилось как всегда, у него все было готово, и опять ничего бы с ним такого ужасного не было, кроме того, что это, конечно, такая типичная, инсультная была ситуация, вот, мы с ним пошли пообедать, пошли, нашли какой-то ресторан, вот, и столько, сколько велела Солодова, столько мы отсидели, я говорю, пойдем в театр, что ты мучаешься здесь со мной, по каким-то чужим местам, по ресторанам, там чаю даст нам, не-не-не-не, Солодова знает, что говорит, пойдем, пойдем из театра, не надо, там кто-нибудь зайдет, нужно будет на вопросы отвечать, не надо, и мы с ним ушли, через два часа вернулись, зашли, это действительно было так, вот я говорю, это как бы сказка, это действительно было так, я сел там, в шестой ряд, там где сидел, начинал с чего, начали говорить, все слышно, и она не орала, она ничего, и просто Солодова рассказала про зал, как в этом зале нужно говорить, как направлять звук, как направлять, а вот они способности есть, она быстро очень ухватывает, это киношная такая, быстро понимает то, чего ей говорят, все слышно, и мы в этот день еще пошли, пообедали еще раз, потому что как, ну зато такая вообще гора, свалилась, невероятная гора свалилась, она говорила, все замечательно, ни разу не было никаких нареканий на то, как она говорит, вот это то, о чем я говорил, о чувстве партнера, о природной невероятной талантливости, об очень таком уверенном и сильном и мужском руководстве театра, о смелости творческой, это вот все в этом эпизоде было собрано и было видно, потом они играли долго очень этот спектакль, играли бы и до сих пор, если бы не трагическая история с Виталием, потому что он был такой, такое впечатление, что мы его там репетировали там года три, понимаете, хотя все это заняло меньше двух месяцев, вот такие у меня наблюдения, очень радостные и очень, очень, кстати, меня во многом поменявшие, меня во многом поменявшие, я вдруг понял вот эту вот, так сказать, безотчетную, так сказать, его смелость, потому что в кино там что, там совсем другое, как-то мы помним на это самое, я его потащил, говорю, поедем, нужно ботинки выбрать для главного героя, ботинки, обувь, то он носит самая, и там что-то мы поехали в какую-то блатную контору, там какие-то ботинки, тогда же еще был Советский Союз, ничего не было, какие-то ботинки, которые, втроем поехали, я, Юра и Георгий Иванович Рербер, гениальный оператор, вот, и он говорит, Юра походил, походил, потом пришел в каких-то ботинках и говорит, ну смотри, мне нравятся вот эти ботинки, это уже, я говорю, я какой руководитель, мне нравятся эти ботинки, как-то вот из всех, что я обмерил, мне больше, всего нравится, ну что, сверх циничный Рерберг, во-первых, сверх талантливый, гениальный оператор, ну и сверх циничный, он так Юру спросил, нравится? тот говорит, ну да, мне тоже нравится, ими драться хорошо, вот, значит, такой уровень руководства художественного, был в кино, и, конечно, я восхищен тем, как он раскручивал машину этого спектакля, потому, потому что спектакль, спектакль, там, все хорошо, и этот способный, и этот талантливый, и этот, там, молодцы, и хорошо, и левентарь, гений, все, но это же нужно было закрутить, раскрутить, отвечая за все, это же был совершенно дичайший какой-то опыт, даже в истории малого театра, вот так, как он. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!